Привет, это Навальный. Я знаю, кто хотел меня убить. Я знаю, где они живут, я знаю, где они работают, я знаю их настоящие имена, я знаю их поддельные имена. У меня есть их фотографии. Насмотрите, пожалуйста, это видео до конца. Мне будет очень нужна ваша помощь с его распространением, потому что это история о секретной группе убийц из ФСБ, куда входят врачи и химики, о том, что они пытались убить меня несколько раз, а однажды чуть не убили мою жену. По телевизору об этом точно не расскажут. Особенно учитывая то, что приказы этой группе дает президент России Владимир Путин. Приказываю действовать предельно жестко. И, кстати, я вам расскажу, почему он решил меня убить. Это не наше расследование. Вернее, мы подключились на его финальной части, а основную работу сделала расследовательская группа Bellingcat совместно со зданием Insider. А конкретно их главный и очень крутой расследователь Кристо Грозев из Болгарии. Это Кристо. Привет. Так что мое первое большое спасибо Bellingcat, а второе Ирине Яровой и партии Единая Россия. Потому что именно благодаря их так называемому пакету Яровой коррумпированные сотрудники правоохранительных органов свободно торгуют данными наших с вами мобильных телефонов. И данными авиаперелетов, кстати, тоже. Вот наша задача как государство действовать на опережение. Создавать те новые инструменты для наших правоохранителей и спецслужб, которые будут охранять общество от самого преступного посягательства, посягательства на жизнь. Поэтому наш закон ровно про это. Некоторое время назад со мной связался Кристо Грозев и сказал «Знаешь, похоже, мы нашли тех людей, которые пытались тебя убить». И я бы подумал, что он сумасшедший. Но дело в том, что именно люди из Беллинкет, собственно, раскрыли знаменитое отравление в Солсбере. Это помните, когда по телевизору показывали двух смешных чуваков, рассказывающих про солсберецкие шпили. Он знаменит не только во всей Европе. Он знаменит, я так думаю, даже во всем мире. Он знаменит своим шпилем 123-х микровом. Мы новичком никого не травили. Все мысли у нас были только о шпиле. Поэтому я отнесся серьезно. И больше месяца назад мы уже нашим отделом расследований сначала внимательно изучили и перепроверили всю работу Беллинкет, а потом и сами подключились к ней. Одновременно с этим видео выйдут еще материалы журнала «Шпигель», испанской газеты «Эль Паис» и репортаж телекомпании «Си-Эн-Эн». Эти СМИ тоже внимательно следили за ходом расследования и все перепроверяли. Так что не только ФБК, но и три уважаемых независимых СМИ ручаются за то, что все факты, изложенные в этом расследовании, достоверны. Я хочу, чтобы вам было не только очень интересно, но и очень понятно, как провели это расследование. Поэтому сейчас я вместе с вами реконструирую все, что было сделано. Это очень похоже на голливудский триллер, только в реальной жизни. Итак, возьмите в руку трубку, ну или хотя бы чашку чая. Мы с вами сыщики. Хотим разобраться в загадочном покушении на убийство. Но мы не можем выехать на место преступления, не можем никого допросить, не имеем доступа к уликам. Все, что у нас есть, это мозги, ноутбук, интернет и коррумпированный путинский полицейский, торгующий данными граждан. А также два неоспоримых пока факта. Первое. Человек потерял сознание в самолете, когда вылетал из Томска в Москву. И второе. Лаборатории трех стран и Международная организация по запрещению химического оружия подтвердили, что этот человек был отравлен боевым химическим оружием группы «Новичок». Как это произошло? Что-то он съел или выпил, или было что-то на одежде? Мы с вами не знаем. Поэтому начинаем вот с самой базовой версии. Меня отравили новичком в Томске. Значит, скорее всего, какие-то люди приехали за мной в Сибирь, совершили преступление и уехали. Для проверки этой версии составляем мой тогдашний маршрут. 14 августа вылетаю из Москвы в Новосибирск. Это Новосибирск, детка. Здесь все танцуют. Это Сибирь. Веселый регион. Четверо моих коллег уже там. Они вылетели на день раньше. Два с половиной съемочных дня. 17 августа мы на машине едем в Томск. Оттуда 20 августа я должен был вылететь обратно в Москву. Вероятность того, что кто-то случайно в эти же дни передвигается точно таким же маршрутом, очень мала. И здесь мы первый раз обращаемся к черному рынку данных, чтобы получить нужную информацию. Она не очень-то секретна. Это просто списки пассажиров. Пассажиров. Ревнивые мужья и жены часто пытаются проверить, с кем на соседних местах летают их супруги. Поэтому такой информацией торгуют направо и налево. Можете сами в этом легко убедиться. Среди пассажиров нескольких рейсов Москва-Новосибирск 13 и 14 августа мы ищем тех, кто 20 или 21 собирался вернуться в Москву, но уже из Томска. Таких пассажиров несколько. Я, например. Еще шесть сотрудников ФБК, которые со мной были в этой поездке. И еще трое наших попутчиков, которых я, к своему удивлению, совсем не узнаю, кто они. Секретные члены нашей съемочной группы, о которых я не знаю. Первый — это некий Паняев Владимир Александрович. Ничего нам это имя не говорит. Нужно проверять. Находим телефон Владимира Александровича и вводим его во всем известный телеграм-бот, чтобы посмотреть, как он записан в записных книжках других людей. А записывает его как любопытно. ФСБ Владимир Александрович Паняев. Пробиваем Паняева по старым базам, доступным в интернете, и устанавливаем некоторые дополнительные куски его биографии. Он работал фельдшером в воинской части. А сейчас он прописан по адресу Лубянка, дом 1. Еще любопытней. Смотрим предыдущую его прописку, и тут уже вообще не можем поверить своим глазам. Улица Люблинская, дом 175. Знаете, кто еще прописан в этом доме? Я. То есть Владимир из ФСБ, проживающий в соседнем со мной подъезде, зачем-то ездил в Сибирь по тому же маршруту, что и я, в те же дни, что и я. Совпадение? Не думаю. С двумя другими нашими попутчиками ситуация обстоит гораздо хуже. Одного зовут Фролов Александр Андреевич, а другого Спиридонов Иван Васильевич. И про них по доступным нам базам, старым, новым, любым, мы не находим ничего. Нет у них машин, нет водительских удостоверений, нет недвижимости. Тем не менее, именно эти трое, Паняев, Фролов и Спиридонов, летят на одном рейсе в Новосибирск и бронируют себе один и тот же обратный рейс в Москву, но из Томска на 21 августа. И все трое от этой брони отказываются, сдают билеты. Похоже, в Томске у них что-то пошло не так. В попытке узнать про этих загадочных людей хоть что-то, мы запрашиваем данные об их перемещениях за несколько лет. Это тоже очень доступная услуга в интернете. Ну, не летали ли они куда-то недавно? И выясняем. Паняев в 2020 году покидал Москву только дважды. Один раз отправился с нами в Сибирь, а перед этим 2 июля, в Калининград. Вместе с ним этим же рейсом в Калининград летал и Фролов. И надо же, какое совпадение! 3 июля я тоже летал в Калининград вместе со своей женой Юлей. Что же это получается? Эти люди уже не просто наши секретные сотрудники, они секретные члены моей семьи. Итого, у нас с вами есть группа из трех таинственных путешественников, которые летают туда же, куда и я. И один из них врач или фельдшер из ФСБ. При этом они не наружное наблюдение. Они не ходят за мной по пятам, не следят, просто приезжают в те же места. Интригующее начало, не правда ли? Да! И тут я должен рассказать о двух странных историях своей биографии, о которых раньше не говорил, чтобы меня не посчитали сумасшедшим. Пару лет назад, я не помню когда точно, я сел в самолет в Москве и полетел в одну из региональных поездок. Через час после взлета меня пробил холодный пот, и я почувствовал, что мне очень-очень плохо. Так плохо, что я сейчас умру. Поскольку я был весь мокрый, я с трудом дошел до туалета, там умылся холодной водой, посидел минут 15, и все прошло. Я вернулся на свое место, поделился этой историей только со своим пресс-секретарем Кирой, которая сидела рядом, ну а позже со своей женой. Ну потому что, как такое расскажешь? История звучит дико. Я чувствовал, что сейчас умру, но у меня ничего не болело, а через 15 минут все прошло. Естественный ответ людей на такую историю – иди проверь голову, потому что это явно ненормальный. Слух ненормальный! Нормальный! Нормальный! Но случай, конечно, мне запомнился. Именно поэтому, как я много раз рассказывал в своих интервью, почувствовав себя плохо в самолете, летящем из Томска, я пошел умываться холодной водой. А уже позже, из многочисленных интервью химиков, рассказывающих о принципах действия новичка, я узнал, что такое запросто может быть. Дозировка имеет принципиальное значение. Если доза новичка слишком большая, ты умрешь мгновенно. Если недостаточная, то можешь вообще ничего не почувствовать или испытать кратковременный приступ, типа того, что было у меня. 6 июля мы с женой были в поселке Янтарный под Калининградом. Утром пошли гулять, гуляли долго, затем вошли в номер, а потом пошли обедать в кафе на пляж. И по дороге Юле стало плохо. Юля, расскажи, пожалуйста, что с тобой случилось в поселке Янтарный? В один из дней мы долго гуляли по пляжу. Пришли в номер, и мне стало не очень хорошо. Ну, я подумала, минут через 5-10 пройдет, и мы решили пойти на пляж поесть. Пока шли, мне становилось все хуже и хуже. Присели в кафе, и я уже решила не заказывать еду, а просто что-то попить, потому что мне стало уже совсем плохо. Алексей что-то заказал, и в какой-то момент мне стало так нехорошо, что я решила его даже уже не ждать, а пойти обратно в номер. Я шла по парку, и было так ужасно, что я пару раз присела на лавку и даже прислонилась к дереву, чтобы не упасть. Пришла в номер, и где-то через час стало немножко легче, и я уснула. А с утра я проснулась, и было все совершенно нормально, как будто ничего и не было. Вот представьте себе, человек говорит, мне очень плохо, не могу вообще. Вы задаете ему вопросы, что болит, может сердце, может скорую тебя вызвать, а он отвечает, ничего не болит. Это сейчас, после того, как я сам через это прошел, я понимаю, как может быть плохо и невозможно объяснить происходящее. А тогда я подумал, ну, ерунда какая-то, сбой организма. Я даже, кстати, чтобы проверить, я не поленился, и нашел управляющего кафе Кактус на пляже в поселке Янтарный, позвонил ему и спросил, не помнит ли он каких-то странных эпизодов с нашим участием. Помню день, когда вы пришли, Юле стало плохо, вы еще сказали, что вы много гуляли, и вот ей что-то поплохело. Вот был тот день. Был такой. Вот я раз про это хочу спросить. То есть, вот вы что помните про это? Я сидела на лавочке, я еще подошел со стороны бара, говорю, Юля, у вас все хорошо? Ну, а вы за чаем ходили или за водой, что-то такого рода? Вот, то есть, вы проходом были, я еще спросил, все ли у вас хорошо? Она говорит, типа да, вроде бы все неплохо, просто, наверное, много ходили из серии, потому что вы в тот день, если я не ошибаюсь, прошли вдоль целого променада, туда-обратно, как бы. Вот, был такой момент. И как бы да, вот ей поплохело в тот день, и вы то ли за чаем выходили, я еще у вас спросил, может принести что-то, то ли чай, то ли воду, или как-то, ну, что-то такое было. Точно в деталях, честно вам не скажу, не вспомню. Конечно, мы никому это не рассказывали, потому что, повторюсь, это рассказ двух сумасшедших. Но это все было отступление. На этом этапе нашего следствия мы про предыдущие попытки убийства ничего не знаем. Пока есть только странная группа из трех людей, которые ездят за мной. Это все явно неспроста, но понять мы ничего не можем. И, в общем-то, зашли в тупик. Поэтому мы пока оставляем троицу в покое и начинаем раскручивать дело с другой стороны, с новичка. Как пишут химики, это, возможно, самое ядовитое вещество, изобретенное человечеством. Его невозможно изготовить самостоятельно без участия серьезных государственных лабораторий. Поэтому мы должны, ну, просто прикинуть, кто вообще в России может достать или разработать это химическое оружие. И не обнаружатся ли связи между вот этими людьми и нашим фельдшером Владимиром из ФСБ. Химическое оружие запрещено. Я, пережив отравление новичком, прекрасно понимаю, почему. Это страшный способ убийства людей. Полезного применения у него быть не может. Россия в 97-м году присоединилась к Международной конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении. Еще раз подчеркиваю, о разработке нового химоружия речи не идет, это немыслимо, но и все имеющееся нужно уничтожить. Главным человеком, отвечающим за ликвидацию химического оружия в России был Сергей Кириенко. Он занимал тогда пост председателя Госкомиссии по химическому разоружению. Ирония судьбы, именно он недавно попал под европейские санкции в связи с моим отравлением. В сентябре 2017 года Россия объявила о полной ликвидации химического оружия. Сегодня у нас очень важное, можно сказать, историческое событие, потому что сегодня будет ликвидирован последний химический боеприпас из российских арсеналов химического оружия. Это значит, наша страна выполнит главное международное обязательство по конвенции о запрещении химического оружия полностью ликвидировать свое химическое оружие. Россия в числе первых подписала этот документ, тесно работала и работает с партнерами, чтобы избавить человечество от угрозы применения и распространения столь варварского смертоносного оружия. Это важно понимать. Нельзя украсть старый новичок со склада или из базы, из лаборатории. По официальным данным он полностью уничтожен. И не существует ни одного миллиграмма этого вещества. Его можно только изготовить заново. Что тоже запрещено. Но если очень хочется, то можно. Особенно если очень хочется президенту страны. Варварского смертоносного оружия. Химическое оружие в России не только продолжило существовать, но его еще и развивали, придумывали новое, улучшали. И недавно Беллинкэт и еще их несколько партнеров опубликовали большое и важное расследование. Они разобрались, как продолжили работать упраздненные научные институты, занимающиеся химоружием. Я вам не буду подробно это все пересказывать, вы сами можете почитать. Но суть в следующем. В советское время в городе Шиханы в Саратовской области работал главный научный институт, где создавали химическое оружие, в том числе фосфорорганические боевые отравляющие вещества. И первый новичок разрабатывали именно там. Об этом много раз подробно рассказывали создатели новичка Владимир Углев и Вилл Мерзоянов. После присоединения России к конвенции о запрещении химоружия Шиханы постепенно теряли значение и в итоге лишили статуса самостоятельного учреждения, став филиалом Московского института органической химии. Однако шихановские ученые никуда не исчезли. Они просто перешли в другие места работы. Беллинкет нашел куда. Несколько человек оказались в научном центре Сигнал в Москве. Именно в Сигнале работают специалисты по ингибиторам холины стеразы, к которому относится новичок. Еще несколько ушли в 27-й научный институт Министерства обороны в Москве и в Питерский испытательный институт военной медицины. Именно через директора этого испытательного института Сергея Чипура журналисты и накрыли всю подпольную схему. Новичок впервые появился в публичном поле из-за отравления скрипалей. Благодаря биллингу телефонных разговоров Чипура и его геолокации выяснилось, что он принимал деятельное участие за несколько месяцев до покушения он постоянно созванивался с директором сигнала Жировым и другими ведущими сотрудниками. Параллельно с этим он общался с офицерами ГРУ и лично с Александром Мишкиным, отравителем-неудачником и ценителем салсберецких шпилей. С самого начала мы планировали приехать в Лондон и оторваться, грубо говоря. Таким образом, мы имеем факт, когда ГРУ осуществляло покушение, сигнал был вовлечен во все фазы подготовки операции. Они разрабатывают новичок, совершенствуют его и знают о нем все. Они консультировали ГРУ по тому, как его применять, ведь это очень непросто и опасно. И я напоминаю, что скрипали, на которых покушались, остались живы, зато погибла ни в чем неповинная женщина, а различные поражения получили десятки людей. Поэтому логично предположить, что если кто-то решит применить новичок для того, чтобы убить меня, он обязательно будет общаться с людьми из сигнала. И тут мы доходим до главной части расследования Биллингет. Они взяли телефонные биллинги, директора этого сигнала Жирова, и посмотрели, с кем он разговаривал в дни до моего отравления и после него. И им открылся новый удивительный мир государственных убийц. На этот раз из ФСБ. Такая работа это реальный вклад в укрепление единства и сплоченности нашего многонационального общества. В списке людей, с которыми Жиров общался летом 2020 года, нашлось несколько номеров, принадлежащих сотрудникам ФСБ. Кто-то просто записан в телефонной книжке с подписью ФСБ, кто-то зарегистрирован по адресам военных частей ФСБ, кто-то паркует на Лубянке машины. Но ФСБ в наше время это гигантская организация. Там работают тысячи людей в сотнях разных отделов. Как же нам вычислить тех, кто интересен? В случае с Жировым это оказалось легко, потому что большинство из тех, кто ему звонит, работают в одном и том же месте. Институте криминалистики Центра специальной техники ФСБ. В один день Жирову звонили директора этого института, генерал Васильев, директор всего Центра специальной техники, генерал Богданов. Наш институт является ведущим криминалистическим подразделением органов государственной безопасности, эксперты и сотрудники которого находятся на переднем крае борьбы со шпионажем, экстремизмом и терроризмом. И еще несколько сотрудников института криминалистики ФСБ, включая некого Станислава Макшакова, который очень просто гуглится. Это ученый, вот один из его патентов, и заявка подана от его работодателя в исковой части 61-469. Расположена она была в тех самых Шиханах. Как интересно, еще один Шихановец обнаружен в институте криминалистики ФСБ. Смотрим на этот институт повнимательнее и почти отчаиваемся, потому что похоже, что это ложный след. Ну, чем они занимаются? Одна из первых ссылок, сотрудники этого института анализируют ютуб-ролики студента Егора Жукова на предмет экстремизма. Ну, и, конечно же, его находят. А ниже находят мефедрон, фенилпентан и кокаин на волосах журналиста Ивана Голунова. Вообще, институт, в советское время называвшийся просто, НИИ КГБ СССР, это главное место проведения экспертиз для нужд ФСБ. 30 лет исполнилось уникальному подразделению Федеральной службы безопасности. Его специалисты умеют и раскрыть громкие преступления наших дней и проникнуть в дела давно минувшие. Они участвовали в расследовании вообще всех резонансных дел, которые вы можете только вспомнить. От взрывов жилых домов в Москве до расследования гибели подлодки Курск. Когда они не расследуют теракты, они заняты не менее важными вещами. Например, они расследуют смерть Христа. Согласно выводам ученых, раны, полученные человеком, завернутого в эту ткань, точно соответствуют описанным в Библии страданием Христа. На правом плече широкая полоса, свидетельствующая о несении тяжелого предмета, возможно, креста. Странно, что по итогу они не возбудили дело против Иисуса об экстремизме, ведь все, что он делал, это просто классическая попытка свержения существующего строя. Ну что, как вы думаете, могут ли такие мощные эксперты быть причастны к попытке убийства меня новичком? Сейчас проверим. Макшаков, ученый из Шихан, показался самым перспективным персонажем в этой истории и журналисты Биллингет получили и его биллинги и таким образом составили список его контактов. Давайте с самого начала начертим общую схему, кто общается с кем. Вот Жиров из Сигнала. Его основные контакты в ФСБ это Богданов, директор Центра специальной техники и по совместительству замначальника научно-технической службы ФСБ. Следующий генерал Васильев, начальник института криминалистики ФСБ и Макшаков из Шихан. Этот, в свою очередь, больше всего общается с группой из примерно десяти человек, я расскажу о некоторых из них. Александров Алексей Александрович, работал в скорой помощи, потом в ФСБ. Осипов Иван Владимирович, в записных книжках фигурирует как Иван Доктор. Кривощоков Алексей Леонидович, раньше работал в Министерстве обороны, а сейчас паркуется на Лубянке-1. Таякин Олег Борисович, служил в исковой части ФСБ, потом стал врачом-хирургом. Кудрявцев Константин Борисович, химик из исковой части в Шиханах. Швец Михаил Михайлович, зарегистрирован в Балашихе по адресу Центра специального назначения ФСБ. Паняев Владимир Александрович, тоже из военной части, фигурирует как фельдшер. Воу-воу-воу, кто-кто? Паняев? Первый это некий Паняев Владимир Александрович. Вот и сложился наш пазл. Это же тот самый Паняев, который летал со мной в Новосибирск, Томск и Калининград. Вместе со всеми остальными, кого я вам назвал, он сотрудник специального секретного подразделения по убийствам людей химическим оружием. Если быть совсем точным, это конкретно моя команда. То есть люди, работа которых в ФСБ, государственная служба, напоминаю, заключается в том, чтобы убить меня. Как видите, цепочка от производителей новичка до людей, которые были рядом со мной в те моменты, когда я был отравлен, оказалась совсем короткой. Если вы внимательно слушали и запоминали с самого начала ролика, то сейчас вы думаете, так, а где же Фролов и Спиридонов, про которых ты нам рассказал и которые тоже вместе с тобой летали? Их не существует. Это паспорта прикрытия реальных людей из нашего списка. Смотрите, мы разгадали несложный принцип этой шифровки. Фролов Алексей Андреевич 16.06.80 Спиридонов Иван Васильевич 21.08.75 Имя не меняем, от отчества оставляем только первую букву, день рождения сохраняем, месяц тоже, год меняем, но немножко, чтобы было просто запоминать. Ну и фамилия. Для прикрытия используется девичья фамилия жен настоящих сотрудников ФСБ. Но опять же, чтобы было просто запомнить. Спиридонова девичья фамилия супруги сотрудника ФСБ врача Осипова. То же самое с Фроловым. Супругу или девушку медика Александрова зовут Екатерина Фролова. Так что мы имеем? Группа людей из ФСБ, которым постоянно звонит ученый-химик из ФСБ Мак Шаков. Они постоянно общаются между собой, а еще они очень часто вместе путешествуют на одних и тех же рейсах, покупают билеты одной и той же бронью в разных комбинациях, но неизменно вместе. Доказательств уже достаточно. Мы знаем действующих лиц. Понимаем, как устроена организация, видим, что врачи из ФСБ, получающие новичок в секретном институте, используя служебные паспорта прикрытия, дважды ездили со мной и в двух местах происходили отравления. Но разум все равно отказывается верить. Ну серьезно, неужели кто-то отдал приказ убить меня или мою жену и задействовал для этого целое управление ФСБ? Мы понимаем, что нашей страной управляют преступники, но не настолько же. Ну вдруг это совпадение? Ну одно на миллион, но совпадение. Нам нужно больше доказательств. Какие ваши доказательства? Берем слитую базу авиаперелетов. Берем список всех людей, которых считаем причастными группе отравителей из ФСБ. Восемь фамилий, из которых шесть настоящие и две выдуманные личности с документами прикрытия. Наступил момент истины. Мы анализируем, куда же они летали вместе в любых комбинациях. Вот в начале списка то, что мы уже обсудили. Томск, Новосибирск, Ленинград. А вот прямо очень видно визуально очень много совместных турне в 2017 году. Очень много. А теперь самое главное. Добавляем список моих перелетов за это же время и сопоставляем. 18 сентября знакомый нам Паняев в компании медика Александрова под настоящим именем возвращается из Омска в Москву. Я улетаю в 5.50, они сразу за мной. 9 июня я лечу из Москвы в Пермь. Паняев и Александров под псевдонимом Фролов ожидают меня на месте. Они вылетели в Пермь на день раньше 8 числа. Вот я лечу в Пензу и мой сурок со мною, Спиридонов, который был с нами в Томске и он на самом деле доктор Осипов в компании еще одного ФСБшника Кривощокова тоже в Пензе. Они вылетели на несколько часов раньше меня. На следующий день я в Ульяновске открываю штаб и мы там ночуем до 21 числа. Как выясняется, в компании отравителей из ФСБ. Они тоже были в Ульяновске и вылетели оттуда обратно в Москву. Если вдруг вам кажутся такие совпадения удивительными и даже шокирующими, подождите. Это самое начало. 3 марта 2018 года я полетел из Москвы в Самару. Как самые преданные фанатки сотрудники ФСБ Кривощоков и Александров выехали туда на поезде за сутки 2 марта. Я на самолете, они на поезде. В этот же день я сажусь на поезд Самара-Уфа, а они садятся на самолет по тому же маршруту. И 4 марта и мы, и они в Уфе. Я открываю штаб, а они, ну, не знаю, что они там делают. Из Уфы 5 числа я лечу в Казань и наши ФСБшники летят со мной одним рейсом. В Казани после своего мероприятия я сажусь на поезд в Нижний Новгород. 5 число. Кривощоков и Александров летят в этот же день по точно такому же маршруту и встречают меня в Нижнем. 6 марта и я, и мои отравители едем обратно в Москву на поездах с разницей в несколько часов. 4 дня, 4 города они ездили буквально за мной по пятам, боясь пропустить малейшую остановку. Я раньше шутил, что, наверное, никто, кроме меня и группы «Ласковый май» не ездил так много и интенсивно с турами по стране. Я ошибался. Убийцы из ФСБ ездили ровно столько же. Вот полный список за 2017 год. Это все путешествия, где вместе со мной были сотрудники отдела отравления ФСБ. Новокузнецк, Архангельск, Киров, Владивосток, Челябинск, Новосибирск. Везде. 15 городов, 30 маршрутов. Везде они. За все время 36 совпадений. И тут вновь возникает вопрос. Ну, может быть, это просто наружное наблюдение? Случайно наткнулись на какой-то политический отдел ФСБ, и они ездят и просто смотрят, не сделали я чего-то такого экстремистского в Пензе. Абсолютно точно нет. Во-первых, все эти люди не простые эшники с камерами, а у них либо медицинское, либо химическое образование и специализация. Во-вторых, ну, какое наружное наблюдение будет каждый раз улетать и прилетать в разные дни с теми, за кем они следят? И в-третьих, в тот же период я много раз ездил в какие-то города одним днем. С утра вылетел из Москвы, вечером вернулся. И ни в одно такое короткое путешествие, без ночевки, они не ездили. Им были интересны только те места, где я останавливался в гостинице. И вот еще одна загадка, над которой сторонний невнимательный человек бился бы очень долго. 27 апреля Паняев и Александров едут в Астрахань. Но меня там нет. Единственное совместное путешествие ФСБшников за год, которое не совпадает с моим пребыванием в месте их назначения. Что же это такое? Ну, может, ребята так сдружились, что решили вместе сгонять на рыбалку? Держите разгадку. 27 апреля в Москве в меня плеснули зеленкой с какой-то кислотой, и я почти потерял глаз. Вы же помните, что ФСБшные отравители всегда вылетают на день, на полдня заранее. 28 апреля я должен был лететь в Астрахань. Вот купленные билеты. Но из-за глаза поездку пришлось отменить. Горе-ФСБшники уже были там и напрасно ждали меня на месте. Ну, наверное, скучали и смотрели мой четверговый стрим, который выглядел достаточно специфически. Таким образом, и это уже неопровержимый факт, мы имеем дело с государственной операцией. Это не ФСБшники, работающие на заказ олигарха или чиновника, которого я обидел своими расследованиями. Это целый департамент ФСБ под руководством высоких начальников генералов в течение трех с половиной лет ведет операцию, в ходе которой они несколько раз пытаются убить меня и членов моей семьи, получая химическое оружие в секретной государственной лаборатории. Конечно, операция такого масштаба и такой длительности не может быть организована никем, кроме как главой ФСБ Бортниковым, а он никогда бы не осмелился сделать это без приказа Путина. Загляните в словарь и прочитайте определение государственный терроризм. Это именно оно. Незаконное убийство граждан без суда и следствия. Я и раньше говорил, что попытка моего убийства указание Путина, а сейчас со всеми фактами я утверждаю, по приказу президента Путина сотрудники ФСБ организовывали террористический акт. Разрешите приступить к уничтожению. Разрешаю. И, конечно, вот вы сейчас смотрите и задаете себе вопрос. А зачем? Ну, то, что Путин меня не любит, это очевидно, но что-то его толкнуло к таким радикальным действиям. Прежде, в своих интервью я говорил, что это стратегия умного голосования. Все кремлевские инсайдеры прямо утверждают, что Путин лично ее очень опасается. Но сейчас понятно, что команда убийц начала ездить за мной задолго до того, как я придумал умное голосование. И я сидел и думал и ломал голову, а выяснить оказалось довольно легко. Я много езжу по стране. В конце 16-го, начале 17-го года я постоянно ездил в Киров на второй процесс по делу Киров-Леса. По билетам этих убийц мы видим, что сначала они со мной не ездили, а потом в один прекрасный день раз и началось. Они были со мной в каждой поездке. Значит, между поездкой без них и поездкой с ними случилось нечто, после чего Путин и сказал «убейте его». Я зашел на свой YouTube-канал и нашел единственное видео, относящееся к этому промежутку, которое может все объяснить. Смогу ли я и те, кто поддержит меня, сделать Россию лучше участием в выборах? Я пришел к выводу, что да, я приму участие в борьбе за пост президента России. Я же обещал вам, что будет все как в детективе. Вот вам злодей, вот вам мотив, вот повод убийцы и орудие убийства. И раз уж детектив, то рассаживайтесь поудобнее, по всем законам жанра. Я собрал вас всех в комнате, чтобы соединить имеющиеся точки и воссоздать картину преступления. Теперь вы знаете, как было проведено это расследование и откуда брали данные. Поэтому не сомневайтесь, когда я говорю поехал, полетел или позвонил, это подтверждается билетами, списком пассажиров и данными биллингов и геолокацией сотовой связи. Мы все прибыли в этот отель кто по причинам здоровья, ради упражнений и отдыха, кто для убийства. Середина декабря 2016 года. Я заявляю о том, что иду на выборы. Путин решает, что меня за это стоит убить и поручает это ФСБ. Чтобы причина смерти была не ясна, злодеи делают выбор в пользу отравления химическим оружием. Название новичок тогда бы никому из нас ничего не сказало. Это было за полтора года до операции в Солсбере. В мою первую поездку в 2017 году со мной отправляются члены специально организованной группы убийц, составленной из сотрудников ФСБ в основном с квалификацией медиков и химиков. Сначала они путешествуют под своими именами, но к марту у них уже появляются паспорта прикрытия. Группа из двух-трех человек в разных комбинациях сопровождает меня непрерывно. Минимум 30 совместных путешествий. Судя по всему, они подготовили операцию, а потом просто ждали приказа исполнить ее. Приказ поступил, и они пытаются убить меня первый раз в самолете, летящем из Москвы. Это я как раз о том инциденте, когда мне резко стало плохо, но ненадолго. Напутали что-то с дозировкой. Вторая попытка убийства происходит этим летом в Калининградской области. 2 июля 2020 года. Я ничего не подозревающий в Москве, но билеты уже куплены, а гостиница забронирована. В отделе отравления ФСБ кипит работа. Звонки на высшем уровне. Макшаков, главный специалист по химоружию из Института криминалистики ФСБ, сначала созванивается со своим начальником, генералом Богдановым, сразу после с генералом Кириллом Васильевым. Позже он по очереди обзванивает Александрова, Паняева и Швеца, которые сразу же покупают билеты в Калининград и уезжают 2 июля и 3. Мы с Юлей прилетаем в Калининград 3 июля в 11.40. 5 июля Паняев, Швец и Александров возвращаются в Москву. 6 июля Юле становится плохо. Либо они хотели убить ее, либо она дотронулась до какого-то предмета или еды, которые предназначались для меня. В этот же день в Москве разрываются телефоны. Макшаков говорит с Жировым, начальником сигнала. Жирову же по очереди звонят генералы ФСБ Богданов и Васильев. В это же самое время Макшаков много-много раз звонит трём несостоявшимся отравителям из Калининграда. Богданов, самый большой начальник из всех, директор Центра специальной техники ФСБ, вылетает срочно в Калининград лично и проводит несколько дней в местном отделении ФСБ. Достаточно просто предположить, что происходит там. Идет разбор полетов, выясняют, почему я остался жив, уточняют у сигнала, что было не так с дозировкой, делают выводы и готовятся к новой операции этим же летом. 12 августа. В этот день мы впервые собрались в офисе ФБК в полном составе людей, которые вскоре поедут снимать расследование в Сибирь. И несколько часов писали сценарий для роликов прямо у меня в кабинете. И мы вслух обсуждали, куда, когда мы едем, где останавливаемся, что снимаем и так далее. Бесспорно, важный день для ФБК, но для ФСБ еще важнее. Все стоят на ушах. Макшаков звонит по очереди генералам Васильеву и Богданову, а потом начинает звонить снова Александрову и Осипову. Осипов звонит Паняеву. Все они созваниваются с их коллегой Олегом Таякиным. Он выпускник 27-го института Министерства обороны и специалист по химоружию. Мы специально нарисовали его в центре. Он главный координатор моего убийства. Следующие несколько дней Таякин будет ночевать в здании института криминалистики ФСБ. Непрерывно общаться с убийцами и сразу же рапортовать наверх. Макшакову, ну и дальше по цепочке. И это будет повторяться каждый раз. Он ключевой в этой операции человек, связующий звено всех со всеми. В этот же день Александров, Осипов и Паняев покупают билеты в Новосибирск. Вечером в 21.30 они звонят дежурному ФСБ в аэропорт Шереметьево, чтобы попасть внутрь, минуя любой досмотр. Операция по моему убийству официально началась. 13 августа 9.05 утра Александров, Осипов и Паняев вылетают из Москвы в Новосибирск. Макшаков с ними на связи по телефону. Эти трое точно часть команды, которая непосредственно пыталась меня убить. Они привозили новичок, выбирали место, наносили яд на какую-то поверхность или клали его в еду. Был ли с ними кто-то еще? Возможно, но под фальшивыми документами. Координатор Таякин остается в Москве. Начинается интенсивная слежка за членами нашей команды. Вот кадр одной из передач РЕН-ТВ. Он сделан в этот день, 13 августа. Мария Певчих, глава нашего отдела расследований, стоит около своего дома с чемоданом и ждет такси в аэропорт. За ней следили с самого утра, а потом эта оперативная съемка оказалась в руках пропагандистов. В это же время координатор Таякин выезжает из здания Института ФСБ на улице Академика Варги и едет в аэропорт Домодедово, видимо, чтобы лично убедиться, что Певчих сел на самолет. В 8.55 он связывается с дежурным ФСБ в аэропорту, очевидно, чтобы попасть внутрь, а сразу после вылета ее самолета выходит из аэропорта и уезжает. 14 августа. Перед поездкой в Новосибирск отравители выключили свои настоящие телефоны и начали пользоваться временными. По протоколу, видимо, они должны были вообще оставить их дома, чтобы их невозможно отследить было. Но не оставили. Доктор-убийца Александров включил свой настоящий телефон в Новосибирске лишь однажды. И этого было достаточно, чтобы определить, где он. В 15.30 местного времени его телефон был здесь. А вот здесь расположена гостиница Парк Инн, где спустя пару часов окажусь я. 15-17 августа. Координатор Таякин ночует в НИИ-2 ФСБ. Ночами он активно переписывается с кем-то при помощи мессенджеров. Это видно по детализации телефонных биллингов и геолокации телефона. Каждое утро он созванивается с начальником Макшаковым, а тот с генералами. 18-19 августа мы переехали из Новосибирска в Томск. Отравители за нами. Следующие пару суток мы не понимаем, где именно они находятся, но видим непрерывное общение команды на земле в Томске с координатором Таякиным. А тот продолжает по цепочке докладывать наверх. 19 августа вечер. В Томске 11 часов вечера. Я вернулся после купания в знаменитом Ковтанчиково и сижу с коллегами в ресторане-гостинице. Я не ем, заказываю один коктейль. Он такой невкусный, что я делаю всего пару глотков и оставляю его на столе. В полночь я ухожу спать. Сразу после этого в 008 координатору Таякину поступает звонок от члена команды ФСБшника Алексея Кривощокова. Следующие 40 минут агрессивно переписывается с кем-то через мессенджер и одновременно разговаривает с Макшаковым. В 004 звонки прекращаются. Скорее всего активная фаза операции завершена. К тому моменту я уже отравлен и остается ждать только результат. Видимо, расслабившись в 0048 по томскому времени Александров совершает такую же ошибку, как в Новосибирске. Включает свой настоящий телефон буквально на секунду. И этого достаточно, чтобы определить его местоположение. Он в Томске. В 5 минутах езды от гостиницы «Ксандр», где мы все остановились. 20 августа я просыпаюсь, одеваюсь, отпиваю воды из бутылки, выхожу из номера и в 6 утра встречаюсь со своим пресс-секретарем Кирой и помощником Ильей. Через пару минут мы садимся в такси. В 6.05 Кривощоков звонит Таякину в Москву. Судя по всему, он где-то рядом с нами видит нас физически и сообщает «Навальный жив и едет в аэропорт». Что было дальше хорошо известно. Через 2,5 часа мне становится плохо в самолете, я теряю сознание, впадаю в кому, меня привозят в Омск. Я завис между жизнью и смертью, и ФСБшники с тревогой наблюдают за развитием событий. Спустя сутки я все еще жив, а значит, операция провалилась. Начинается другая по заметанию следов. 21 августа. Первое, что должна сделать группа, это предпринять любые усилия, чтобы новичок не был обнаружен нигде. Макшаков начинает названивать профильным экспертом. Любым людям, которые могут помочь скрыть следы операции. Среди его консультантов ученый Василий Калашников. Он специализируется на обнаружении остатков токсических веществ в крови. Затем звонки Олегу Демидову, тоже бывшему шахановцу, специализирующемуся на органофосфатах, к которым относится новичок. И очень важный звонок в институт проблем химико-энергетических технологий, расположенный в городе Биске. И представляете себе, на чем специализируются ученые этого института? На удалении следов химического заражения. Отгадайте, где же в это время наша троица убийц? Александров, Осипов и Паняев сдают свои билеты из Томска в Москву и немедленно отправляются в Горноалтайск. Мы знаем это потому, что наш старый и очень полезный друг Александров опять включил свой телефон и выдал местоположение. Координатор акции Таякин тоже срочно в полтретьего ночи бежит в аэропорт и вылетает Почему Горноалтайск? Это ближайший к Бийску город с аэропортом. А Горноалтайское управление ФСБ прекрасно подходит как место встречи. По крайней мере телефон Таякина целый день находится вот в этом радиусе. А вот это здание управления ФСБ. Легко предположить, что вместе со специалистами из Бийского института коллектив киллеров обсуждает, как заметать следы провальной операции. И нетрудно понять, почему они так забегали. Политическая ситуация. Я лежу в коме. Все пишут, что меня отравили и требуют расследования. Путин говорит Бортнику, вы какого черта все провалили? Сделайте все, чтобы никакой новичок не был обнаружен. То же самое Бортников повторяет своим генералам Васильеву и Богданову. Ну а те уже отправляют, в свою очередь, наломавших дров подчиненных к людям, умеющим избавляться от следов новичка. Одновременно идут более традиционные методы сокрытия преступления. В отель Александр изымаются записи видеокамер. В неизвестном направлении пропадает моя одежда. Вполне вероятно, ее забирают один из участников группы Кудрявцев. 25 августа он прилетал в Омск. Врачи в Омске получают инструкцию и начинают врать о том, что никакого отравления не было. Подключаются пиарщики, вбрасывается версия, что я накануне пил самогон и вообще употреблял наркотики. Меня запрещают вывозить из омской больницы и ждут, либо пока я умру, либо пока следов новичка на теле не останется. Только спустя 48 часов Путин, которому гарантировали, что новичка в крови уже не будет, разрешает меня вывезти. Дальше вы знаете все лучше меня. Новичок все-таки был обнаружен в крови сначала немецкими учеными, потом шведскими, потом французскими, но потом Международная организация по запрещению химоружия провела расследование и выпустила специальный доклад, вывод которого Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». Тут уместно обсудить вопрос, возникающий у каждого. Что за беспомощные идиоты работают в ФСБ? Три с половиной года они ездят за мной, как минимум трижды травили, а я все равно жив. И какой вообще дурак решил использовать «Новичок», если применять его настолько сложно. Но если подумать, план был неплохой. Смотрите сами, они дважды пытались меня убить, а я даже не понял, что происходит. А если бы понял, мне все равно бы никто не поверил. Сам рассказ «Ой, я чуть не умер, но все-таки не умер». Он звучит дико. Им было важно рассчитать дозировку. Поэтому лучше положить меньше, чем больше. Переборщишь, человек умрет на месте и будет понятно. Вот эта еда отравлена или этот предмет. И станет легче докопаться до правды. А у нас получается, во всех случаях отравления мы вообще не понимаем, как точно это было сделано. Да, я соприкоснулся с новичком, а потом схватился за бутылку, на которой остались следы. И поэтому мы знаем, что все произошло в отеле. Но как именно, не ясно. Если человека застрелишь или собьешь машиной, это традиционное преступление, которое более-менее понятно, как расследовать. Вот тело, вот пули, вот следы. А отравление дает потрясающую возможность вообще не вести никакого расследования и заниматься любимым кремлевским делом. Просто врать. Ну, слушайте, я 18 дней лежал в коме, а до сих пор нет уголовного дела. Типа ничего не произошло. С дырой в голове не поспоришь, а здесь до сих пор половина страны сомневается и повторяет. Ну, наверное же, если они хотели его отравить, то отравили бы. А так он жив, значит, не травили. Ну, в кому впал, потому что диабет. А вообще нет. Сначала диабет, а потом его посыпали новичком в медицинском самолете. Потом Путин сообщает, что я сам себя отравил. Потом они подумали и говорят, что меня отравили коллеги. И последняя версия в том, что меня отравили немцы. Можно выдвигать любые версии и говорить что угодно. Вы зачем отравили человека? Мы! Мы никого не травили. Это вы отравили. Иди доказывай. Но мы много раз слышали по поводу отравлений. То там, то здесь. Это уже не в первый раз звучит. Второе, если бы фигурант, о котором вы говорите, действительно, власти, во всяком случае, хотели бы кого-то отравить, вряд ли бы отправили его на лечение в Германию. Не так ли? Отравление химоружием, вот в каком-то смысле, это идеальное убийство. Ведь даже в случае неудачи ты можешь хлопать глазками и говорить, ничего не было. Это сделал кто-то другой. Однако в целом правда. Операция провальная, чему я очень рад. И удивляться тут не нужно. 20 лет под руководством Путина деградирует все. И если космосом командует Рогозин, а нанотехнологиями Чубайс, то с чего вы взяли, что в ФСБ устроено иначе? С чего вы взяли, что новичок будет работать лучше, чем космический робот Федор? Да так и вышло. Спросил Путин у раздолбая в секретном институте. Через сколько новичок растворится в теле? Тебе почесали голову и сказали, ну, через двое суток. А он не растворился. Да потому что все развалилось в стране и чиновники думают только о том, как украсть. Система деградирует целиком на всех уровнях. И если, например, здравоохранение у нас сейчас на таком уровне, что люди умирают в коридорах, то и в сфере секретных операций происходит то же самое. Я хочу сказать пару слов офицерам ФСБ, ну и вообще правоохранительных органов. Вот вам самим не стыдно работать на эту систему? Вы же видите, что просто превратились в прислугу для воров и предателей. Путин 20 лет последовательно превращал и ФСБ, и МВД в структуры, главная задача которых помогать ему красть, ему и его друзьям. И это единственный национальный проект, выполненный на отлично. Богатейшая страна с огромными ресурсами стала нищей. Миллионы пенсионеров рыдают, сравнивая свои пенсии и цены в магазинах. Зато все путинские дочери миллиардерши. Его друзья, соседи, сослуживцы, миллиардеры. Самые дорогие яхты у наших олигархов. И вы должны это все защищать, а еще и убивать тех, кто недоволен. Не надо участвовать в этом национальном предательстве. Те, кто поддерживает Путина и его систему, не патриоты, а изменники. Они предали народ России. Эта попытка убийства раскрыта. И теперь вы точно понимаете, что официально этим заниматься никто не будет. Иначе придется пересажать половину руководства ФСБ. И Путина, который отдавал им приказы. Ровно поэтому, ну вы посмотрите, они визжат просто на всех уровнях. От Единая Россия и Лаврова до телевизионных пропагандистов. Понимают, что их разоблачили. Но все это было просто ерундой по сравнению с тем, что будет дальше. Прямо в эту минуту вся банда смотрит это видео и осознает, что их уличили в совершении террористического акта с именами, фамилиями, со званиями, должностями. И мысль о том, что они пойманы с поличным, заставит их визжать в миллион раз сильнее. Вы увидите истерику неимоверных масштабов. Телеведущие госканалов будут просто взрываться в прямом эфире. Против меня возбудят уголовное дело за то, что у них не получилось меня убить. Кто у нас ФСБ-то возглавлял, помните? Чье это главное детище? Кто им до сих пор управляет лично и в ручном режиме? Группа сотрудников ФСБ, направленная вами в командировку для работы под прикрытием правительства, на первом этапе со своими задачами справляется. Выстраивание ФСБ под себя это главный проект Путина. И вот всем стало окончательно ясно, что он его использует для убийства политических оппонентов. И Путин, конечно, будет топать ножками больше всех, потому что это его личный план и его личный провал. Обида его на меня и ФБК будет очень сильной. Кто нас обидит, тот трех дней не проживет. Я могу рассчитывать только на вас. Пусть не будет расследования, но я хочу, чтобы вся страна знала, что творят эти люди, как они используют государственную систему, во что они превратили органы безопасности. Ни у кого не должно оставаться иллюзий. Последнее и самое важное. Если вы знаете хоть что-то об этой операции по отравлению новичком, если вы узнаете этих людей, сталкивались с ними, работали, учились или просто где-то видели, напишите нам. Либо на Телеграм-бота, или, если хотите, полностью анонимно на Черный ящик. Это специальный сайт, через который можно отправить нам сообщение, а мы даже не увидим, кто его прислал. Любая информация будет нам полезна, и вы можете помочь раскрыть это преступление до конца. Напоминаю, что в сентябре будут выборы в Госдуму, и мы все хотим, чтобы воров-единороссов было в ней как можно меньше. Для этого нужно участвовать в умном голосовании. Регистрируйтесь прямо сейчас и поддерживайте нас. Ну и подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят правду.